приветствуем вас друзья на канале Даниила и Лариса через месяц как и обещали проведем дегустацию и покажем сыры качёты которые у нас которые мы готовили первый сыр качёта в винной корочки качёта альвина и второй сыр качёта с наполнением из красной паприки и корочки из черного молотого перца и как пахнет божественно этот вином пахнет ну что давайте разрезать начнем скачатая львина Лариса меня учит учит резать сыры вот так вот а я все равно ой какая красота друзья божественно сейчас покажу разрезы сразу же нарежу тонкий кусочек чтобы попробовать и посмотрим разрезы режем в корочки из черного перца с красной паприкой божественно запахи просто потрясающие тоже отрежем кусочек теперь давайте как бы если вы случайно попали на это видео то есть не смотрели предыдущее суть такая но как бы ссылку на то как мы делали эти сыры я размещу в описании видео и будет вот здесь вот в конце видео конечная заставка прям за мной можно будет перейти посмотреть рецепт суть в том в рецепте мы объясняли как сделать сыры с натуральной корочкой сделали эти сыры и вот как бы сейчас продегустируем посмотрим что получится также друзья в ближайшее время мы будем делать такой отдельный обзор по сырам по покрытиям то есть мы сделаем 4 маленьких голландских сыра и будем делать четыре вида покрытия натуральное покрытие покрытие натуральным воском покрытие латексом и созревание в термоусадочном пакете вот тоже попробуем сделаем для вас такое видео сравнительное чтобы могли для себя выбрать как лучше в чем в чем больше понравится и какая принципиальная разница созревание сыров с разным покрытием ну давайте вернемся к нашим натуральным корочкам первую сейчас по очереди буду показывать крупный план первое у нас будет качета альвина и так сыр в винной корочки выглядит вот таким вот образом как видите вино создала вот такую вот тоненькую корочку но глубоко не проникла то есть весь сыр не окрашен у меня руки немножко перца я тут его испачкал перцем но результат отличный давайте теперь посмотрим на второй сыр сыр с красной паприкой в корочке из обсыпки черного перца выглядит вот так вот созревал месяц ароматы просто невероятные очень классно пахнет и один и второй сыр просто потрясающе давайте будем пробовать я вам расскажу что получилось на вкус ну что друзья начнем с качета альвина очень много сортов сыров можно делать винной корочки мне больше всего нравится качета кстати ну вот самые обычные российские сыры из группы российских сыров их тоже можно делать винной корочки реально присутствует аромат вина но только аромат никаких то есть самая обычная качета ну как не обычная домашняя качета очень классная очень вкусная но никаких проникания никакого вкуса во внутрь не произошло то есть но совершенно классический вкус сыра качета очень классный я боялся что может вино как-то закислит его немножко вообще никакого вот только такая красивая корочка и кстати она вот очень эластичная то есть что мне нравится в отличие от созревания с покрытием из оливкового масла сыр совершенно почему-то в этой корочки не пересыхает то есть она очень эластичная она не грубо это как как таковой корочки нету отличный результат теперь попробуем вот эту бомбу сам сыр с острым турецким перцем с острой турецкой паприкой плюс еще покрыт черным перцем молотым украинским и украинским в общем нашим какой класс друзья вообще это супер кстати в обсыпке еще одного перца делали первый раз с наполнением с таким уже делали как я говорил в самом рецепте и если вас интересует можете поставить рецепт приготовления на каком этапе добавлять наполнитель то есть наполнять в частности сыр качета можно орешками можно зеленью можно любой паприкой можно оливками поле для деятельности ну просто обширнейшая поэтому если вам интересно посмотрите видео с рецептом чтобы понимать как это сделать очень люблю аромат черного перца и вот здесь вот он ну просто бомбезный естественно пыль черного перца она присутствует на корочке и придает и вкус и аромат ну плюс сыр остренький так как он с красного старой паприкой в общем это наверно мой самый любимый сыр сейчас прожил друзья с удовольствием вам с вами ранее поделились рецептом и теперь обязательно поделились результатом тоже с удовольствием результат как видите отличный сыр и получились бомбовые все мы сделали правильно поэтому можете можете смело использовать наш рецепт и готовить такой вкуснейший сыр но вот это с красным перцем в обсыпке из черного это просто нечто он потрясающий правда он просто нечто невообразимое надо попробовать сожалею не могу угостить через объектив своего канона поэтому только только вот так вот друзья сделайте по нашему рецепту не пожалеете вам очень понравится кстати очень легкий еще производстве в изготовлении сырка чё-то поэтому оно того стоит ну и как обычно если у вас есть какие-то вопросы задавайте их комментариях на все комментарии мы с ларисой обязательно отвечаем подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые интересные рецепты сыров колбас самогона там всякого в общем всего 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 мы будем снимать для вас новые видео всего доброго пока